Июнь для Ивановского театра кукол месяц напряженный. У ребят каникулы и те, кто остались в городе, с удовольствием приходят на спектакли организованными группами. В понедельник сказки «Братьев Гримм» смотрели учащиеся Подвязновской средней школы, которые сейчас посещают лагерь. Только за июнь в театре побывали порядка двух тысяч юных зрителей. Ну, конечно, мы выбрали все спектакли, которые соответствуют школьному возрасту адресно. У нас ведь спектакли разные для самых маленьких, для младшей школы, для средней школы спектакли, для старших школьников. Поэтому подбираем, соответственно, репертуар. Вот сегодня сказки «Братьев Гримм» по неизвестным сказкам с такой интересной жизненной философией. На улице жара. Самое время купаться и объедаться мороженым. А тут философские сказки. Но ребятам нравится. Оторваться от гаджетов и ничего не делания тоже полезно. 55 минут зарядки для мозга. Я не первый раз посещаю театр. Я был там и классом. Но сказка, в общем-то, была про то, что, ну, про любовь, про смерть. Особенно, что надо было не со смертью соглашаться, а с Богом. Он бы дал сыну счастье. А смерть, она только погубила. А если Магомед не идет к горе, то актеры театра сами приезжают в некоторые лагеря. По субботам проводят спектакли для жителей города. Да и репетиции тоже никто не отменял. Сейчас приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга ставит спектакль по Чарльзу Диккенсу. Юбилейный. 85-й сезон. Театр откроет яркой премьерой. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Ивана.